Самый первый звонок на пульт МЧС поступил от очевидцев, которые живут через четырехполосную Минскую. Спустя минуты бить тревогу начали и соседи, а позже одна из пострадавших. Она к тому моменту, почувствовав запах гаи, успела выскочить в подъезд. Диспетчеру женщина сообщила, что в квартире на полу без признаков жизни остался лежать ее сожитель, а в комнате дочь и друг. Пол второго слышу за стенку, у нас же стенки рядом. Я думаю, может малая стучит, ну детская. Потом слышу, воду давай, воду давай. Я скорее подскочила, балкона выскочила, а там же детская. Дым это, я говорю, что у вас, у нас пожар. При помощи масок спасатели вывели девушку и ее сожителя, которые по совету диспетчера спрятались от огня и дыма на балконе. Все жильцы квартиры на Минской, 91, сразу были госпитализированы. Однако уже днем, после оказания медицинской помощи, их отпустили домой. А вот хозяину квартиры повезло меньше остальных. Его врачи вернуть к жизни так и не смогли. Он скончался еще до прибытия скорой. Видели, как выносили жильца с этой квартиры, хозяина квартиры. Реанимационные действия производили. Достаточно долго пытались вернуть его к жизни. Причины пожара и его обстоятельства устанавливаются. Этим сейчас занимается Следственный комитет. Когда на место прибыли первое подразделение, наблюдалось открытое горение. Пламя выходило из окна одной из комнат. В результате данного пожара огнем повреждено имущество в комнате, а также закопчены стены и потолок во всей квартире. МЧС в очередной раз напоминает, пожарный извещатель может сохранить жизнь вам и вашим близким. Подробнее об этом ЧП смотрите в «Сирене» в среду в 7 часов вечера. Кристина Реанс, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.